Идут годы, меняется жизнь, но время не в силах стереть из людской памяти важную веху – Великую Отечественную войну. Она навечно вписана в историю всего человечества. Сотрудники Историко-Краеведческого музея совместно со Славянской муниципальной телерадиокомпанией проводят акцию «Живая книга памяти». О нелегком боевом пути ветерана Великой Отечественной войны вы узнаете в следующем материале выпуска. События военного времени не забыты. Они живы в воспоминаниях ветеранов. Александр Григорьевич Санин – один из тех, кто в 17 лет взял в руки оружие, когда в 43-м году его призвали в армию. Сначала была учебка, а потом и настоящие боевые действия. В мае месяце уже нас привезли на запад, в нашу территорию освободили и попали в погранвойска. Вот в погранвойсках я и служил. Ну, мы шли, первый Белорусский фронт, шли в Варшаву, Любинск, в общем-то, Дрезден, Берлин, ну, это направление. Ну, мы шли следом за фронтом. Ну, у нас была задача РПГ-разведатель поисковой группы. Вылавливали шпионаж диверсантов и тому подобное. Такая задача была. Орден Отечественной войны второй степени, боевые медали за отвагу, Орден Красной Звезды. За этими наградами целая летопись войны и история одного бойца. Берлин, конечно, взяли с трудом, с трудом, трудно. Технику, боевую технику, много нельзя было. Танки особенно пускать нельзя. У них были эти фауст-патроны. Но сейчас у нас они по вооружению. И, в общем, одна пехота проходила по Берлину. Ну, то есть вот сужалась, сужалась и дошли до Рейстага. Ну, на Рейстаге пришлось, как и все, тоже расписаться. Я расписался там. Ну, Поздамская конференция была. Нам пришлось ее охранять. Там приезжали Сталин, Рузвельт, Черчилль. А последнее, то, что Бухедвальд в 46-м году, да, нет, 46-й, 47-й год. Я заболел там, и меня комиссовали за армией. Убеленные сединой, умудрённые жизненным опытом, с орденами на груди. Они всё вынесли, всё пережили, подарив нынешнему поколению мирную, спокойную жизнь. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».